Да, конечно, отлично. Надеюсь, и меня хорошо слышно. Спасибо за возможность выступить с лекцией. Я так понимаю, по программе, которая доступна мне, у меня по регламенту около часа. Я так понимаю, уже, видимо, 45 минут. То есть лекция, конечно, будет не в классическом формате университетском, рассчитанной на полтора часа, на наши стандартные пары, а на обычный такой все-таки урок в школе. Я постараюсь, конечно же, изложить свои тезисы максимально сжато, ярко, а потом, если получится, то смогу ответить на вопросы слушателей, если они возникнут как в Zoom, так и в каком-то другом формате. Итак, дорогие слушатели зимней школы, я буду выступать по теме, которая называется совершенно так же, как и называется моя статья, опубликованная еще в 2018 году в журнале «Диалог со временем». Есть у нас такой очень интересный научный журнал в России, который издается Российским обществом интеллектуальной истории, где руководит член-корреспондент Ларина Петровна Репина. Этот журнал очень такой признанный в России, индексируется и в Web of Science, и в Скопусе очень такой мощную научную репутацию имеет само это общество, изучающее интеллектуальную историю. Так вот, тема моей лекции созвучна с этой статьей, которую, в принципе, можно найти на просторах интернета, и, возможно, она есть в раздатке среди участников. «Предательство, сотрудничество или сопротивление. Сравнительный анализ скандинавских примеров и опыта СССР во Второй мировой войне». Это достаточно нестандартное название, потому что в целом, надо сказать, что принято изучать проблему, например, на примере даже не Советского Союза в нашей стране, а чаще всего на примере каких-то регионов или на примере каких-то конкретных личностей. Тем более не принято сравнивать историю огромной большой страны, двухсотмиллионной, с такими малыми странами, как Норвегия, Швеция или Дания. Потому что в общем таком дискурсе кажется, что невозможно сравнивать огромное большое с маленьким. Однако я хотел бы сказать, что все-таки возможно, на мой взгляд, сравнивать, потому что мы видим разные модели. Мы можем сравнивать как историки, конечно, склонные в основном к нарративу, к некому повествованию, к каким-то пересказам, рассказам о прошлом. Мы в меньшей степени склонны к теоретическим подходам, как в других науках, например. Но вот в химии совершенно спокойно можно сравнивать химические процессы, происходящие в разных объемах. В пробирке или в цицерне. Или в биологии можно сравнивать, в принципе, как живут организмы в маленьком соленом озере или в Большом океане. Другое дело, что, конечно же, все понимают, что объем имеет значение и на скорость, и интенсивность тех или иных процессов. Но вот наше человечество, и наше общество, и наше государство тоже на самом деле обвергаются наукометрическим разным измерениям. И мое устойчивое убеждение, что мы можем сравнивать на уровне управленческих моделей, на уровне поведения людей, на уровне мотивации и принятия тех или иных решений. И в этом отношении этот вопрос является одним из достаточно трудных вопросов истории Второй мировой войны. Потому что мы можем, собственно, используя электронную научную библиотеку, которая в нашей стране в последнее время приобрела особую актуальность. А вот я ее вывел, я думаю, вы ее видите. Мы сейчас в нашей стране все же, как и во всем мире, увлечены цифровизацией. И вот, в частности, с 2000 года существует такая электронная научная библиотека, которая имеет адрес elibrary.ru. Каждый человек может зайти, завести там аккаунт и использовать опции поиска и анализа научной информации, которая туда размещается. Так вот, в эту электронную научную библиотеку все больше и больше размещают наши коллеги, и не только историки, но и химики, физики, биологи, кто угодно. Это научная библиотека самого широкого профиля. Последнее время эта библиотека стала индексацией, появление материала в ней стало обязательным требованием по отчетам годовым и университетов, и научных организаций. Поэтому она стала активно, интенсивно наполняться. И вот, в частности, всего сейчас уже в этой библиотеке 35 миллионов 379 тысяч 454 материала. И с каждым месяцем этих материалов становится все больше и больше, потому что издатели научных журналов, научной литературы постоянно туда ежедневно добавляют и индексируют новые материалы. И вот, в частности, например, на запрос, если поставить коллаборационизм, уже на данный момент, конец 2020 года, выпадает 3807 разных вариантов. Можно, собственно, посмотреть, какие свежие публикации по этой тематике есть в России и кто где что когда публиковал. Потому что издатели начинают индексировать не только самую свежую литературу, но они начинают подгружать архивы в эту библиотеку для того, чтобы она стала репрезентативной, максимально репрезентативной. Так вот, термин коллаборационизм в России, например, очень популярен. Он популярен, начиная с 90-х годов, после распада Советского Союза. Этой тематикой активно стали заниматься и в ведущих научных институтах, и в университетах, и в региональных, и в небольших. И даже частные есть такие проекты, инициативы, не связанные никак с научно-образовательным сектором, которые эту проблему рассматривают. И это как раз интересный феномен, потому что если мы берем уже международные базы данных, Web of Science, Scopus, и там вводим термин collaboration, или пытаемся найти аналоги коллаборационизма, то мы видим, что в основном там будут именно коллаборации физиков, атомщиков в рамках какого-то проекта, химиков в рамках какого-то международного проекта, то есть разные формы коллабораций, именно как взаимодействие и сотрудничество в организации тех или иных научных исследований проекта. А именно понятие коллаборационизма как такового, мы видим, что только в 70-е, 80-е годы еще шли исследования и публикации на эту тему, однако потом резко интерес, можно сказать, европейских и американских, многих мировых историков, которые занимались и занимаются проблемой Второй мировой войны, почему-то резко исчезает из повестки и единица публикаций по коллаборационизму на английском языке за последние 25-30 лет можно найти. Это интересный такой индикатор, интересный маркер, которым можно подумать, потому что с точки зрения, например, каких-нибудь ученых, химиков и физиков, если тема в мировых базах данных не отражается и ученые вроде бы за рубежом не занимаются, с точки зрения вот таких классических подходов, значит, наверное, тема неинтересная, не нужная и нечего на нее обращать внимания. Однако мы должны понимать, что, скорее всего, это не совсем случайно происходит, и, скорее всего, все-таки часть некой исторической политики, которую мы наблюдаем в глобальном процессе в разных странах мира. В итоге видим, что на территории Российской Федерации эта тема как раз процветает и набирает обороты. На самом деле разные трактовки, причем есть попытки переосмысления, есть даже примеры в исторической современной науке, когда историки пытаются как-то морально оправдать коллаборантов, ставших на сторону противника, объясняя тем, что вот они были обижены советской властью или еще какими-то другими личностными мотивами. Есть, наоборот, естественно, люди, которые категорически не приемлят, их сейчас, конечно же, большинство, и они доминируют в историческом пространстве. Но так или иначе, мы видим, что в России тема коллаборационизма исключительно такая, и внимание этому уделяется рассмотрению. В разных причем журналах, в частности, вот видите, на запросе даже в журнале «Государство и право». Это проблема, хотя журнал «Государство и право» – это такой журнал для юристов. Эта тема, в частности, есть. Так вот, на Западе тема практически скрыта, уходит, но она фигурирует больше именно в контексте таких терминов, как «предательство», «сотрудничество» или «сопротивление». Именно используются такого рода термины, и это можно, собственно, объяснить. И вот здесь важный момент. Как раз почему в своей лекции я хочу обратить внимание именно на малые страны Европы, Северной Европы, Швеции, Норвегии и Дании. Это, на самом деле, удивительные страны, которые пережили в 20 веке очень мощные процессы социальной трансформации, политических изменений и экономических, и модернизации. В частности, например, Норвегия в начале 20 века еще была зависимым государством от шведского королевства. У них была личная уния, и она была самым бедным государством Европы. Страшное пьянство, огромная эмиграция, потому что там, собственно, не было на тот момент никакой работы. Традиционная работа норвежцев была рубка леса для британского флота. Они рубили лес, и в своих фьордах, в своих гаванях, в верфях строили корабли, лодки, яхты для англичан. И на этом, собственно, очень хорошо зарабатывали. А вдруг в середине 19 века англичане перешли с деревянного флота, парусного, на металл, на железный флот, паровой двигатель. И это дерево, и эти верфи оказались совершенно невостребованными. И, соответственно, огромные безработицы этим людям нечем было заниматься. Поэтому треть страны начинает уезжать. Другой традиционной деятельности, например, у норвежцев в 19 веке было рыболовство. И они ловили свою сельдь, треску в окрестных морях. Опять же, развитие технологий привело к тому, что появились мощные рыболовецкие суда на паровом двигателе, которые могли из Испании, из Португалии приплыть в их традиционную среду обитания. И матросы из Франции, Испании, Португалии вылавливали их рыбу и везли уже напрямую на свои рынки без, собственно, участия норвежцев. Это тоже ударило и по рыбакам. И это мощная эмиграция, и депрессия экономическая. Казалось, что страна совершенно, да еще и зависимая страна. Однако вот теперь за сто лет после тех трансформаций, которые были сделаны в обществе и государстве, они занимают лидирующие позиции по продолжительности жизни, по уровню доходов на душу населения и по развитию науки, высшего образования, медицины. Норвегия сейчас последние 10-15 лет держится по всем показателям в топе, либо в абсолютном, либо в первой тройке. Можно, конечно, сослаться, потому что у них есть нефть, но это не совсем так, потому что нефть у них нашли только в 1969 году. И мы знаем, что много стран, у которых много нефти, но при этом они не процветают. Их процветание, конечно, было связано во многом благодаря именно социально-политическим реформам, трансформациям, диалогу власти и общества и внутри разных социальных групп, который был произведен в этой стране в 20 веке. Точно так же Дания. Совершенно небольшая страна, причем северная, а при этом производит, например, сельскохозяйственные продукты питания в три раза больше, чем нужно их населению. Тоже благодаря многим социальным, политическим и технологическим трансформациям. И вот эти примеры очень интересны. Почему? Потому что в 20-30-е годы к власти в этих странах приходят социал-демократы и формируют правительство именно социал-демократического толка. А я напомню, что участники школы и историки, и политологи, и остальные должны понимать, что, собственно, коммунисты в Советском Союзе это те же самые социал-демократы до Первой мировой войны. Социал-демократы, но именно радикально-революционное крыло. Вот этот спор в социал-демократии начала 20 века о том, как развивать и трансформировать государство и общественные отношения, как модернизировать экономику. Этот спор внутри социал-демократов, которые в целом опирались на учения Карла Маркса и Фриндриха Энгельса, они очень сильно разошлись. Два крыла. Одно стало радикально революционным. В России лидером этого крыла был Владимир Ильич Ленин, памятник которому можно найти в каждом российском городе. А номер два это Троцкий, точно так же очень известный исторический деятель революционный. Вот радикально-революционное это крыло. Социал-демократия говорила, что не надо эволюции, не надо каких-то медленных реформ. Нужно быстро захватить власть любым способом и через насилие, через радикальные методы сломать все, что есть и построить новое общество благосостояния и процветания. А умеренные социал-демократы говорили, что нет, быстро ничего не делается. Нужно не спеша воспитывать людей, объяснять им, проводить разъяснительную работу, менять культуру и побеждать на выборах. И уже через победу на выборах формировать кабинет министров, формировать правительство, которое будет реализовывать свою программу, пусть медленно, но планомерно, меняя основополагающие принципы функционирования государства и общества. Вот такой медленно-эволюционный путь. А радикальные революционеры социал-демократии, собственно, заплатив власть в России, победив в гражданской войне, создав Советский Союз, сразу же, в принципе, отмежевались от социал-демократии, чтобы было четко для людей, для простых людей, некое понимание, что это все-таки нечто новое, и назвали себя коммунистами, и стали коммунистической партией, сформировали Коминтер, и пытались, собственно, экспортировать мировую революцию из Москвы во все страны мира. И ломали через колено, в прямом смысле, и страну, и народ, и для того, чтобы совершить модернизацию, и во многом, надо сказать, тоже преуспели, и во многом были достигнуты выдающиеся результаты в переходе аграрной и достаточно феодальной сословной страны, в ее модернизации, в переходе в индустриальное состояние, в ее мобилизации, что, собственно, в итоге потом и помогло победить в тотальной войне, во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне. Возможно, именно такой радикализм и такая мобилизационная история как раз и стала одним из главных факторов той великой победы. А вот в Скандинавии победили умеренные реформисты, которые не спеша вели пропаганду, агитацию, воспитание людей, и через выборы приходили к власти, и к концу 30-х годов во всех трех странах были социал-демократические кабинеты министров. И их социал-демократические партии всех трех стран имели большинство в их парламентах. И все они проводили, в принципе, одинаковую политику социальную, они согласовывали, они собирались на общие скандинавские съезды, обсуждали, как быть и так далее. И, естественно, были у них и обсуждения вопросов обороны. И что делать, если вдруг они будут, эти страны, атакованы неким внешним агрессором. И к концу 30-х годов произошло как раз размежевание в этом направлении. В частности, Дания заявляла, что она достаточно маленькая, слабая страна, хотя по численности такая же, как и Норвегия в тот момент, и сопротивление бессмысленно. И их политическая элита, социал-демократическая в основе, но и консенсус был достигнут и с правыми партиями, и с королем, монархом Дани, что мы слабые, сопротивляться не имеет смысла. Если на нас нападают, надо рассчитывать на поезд, на помощь какой-нибудь крупной сверхдержавы. Норвежцы заняли другую позицию, у них произошло очень сильное расхождение теории с практикой. Норвежцы в 20-е и 30-е годы активно агитировали за разоружение, принципы пацифизма, что люди должны быть в мире, жить в согласии, и войны – это зло. И в итоге, но в то же время тоже посчитали, что сопротивление агрессору должно быть при поддержке какой-нибудь из сверхдержав, и дальше шли дискуссии, на какую сверхдержав опираться. Англию, которая к ним традиционно была ближе, Францию, или кого-то еще. Собственно, СССР и США тогда не рассматривались в межвоенный период как некие гаранты безопасности и стабильности. Но вот в итоге, когда эти норвежские стал-демократы пришли к власти, они стали дальше нагнетать этот тезис о том, что, тезис сломанного ружья, так называемый, что надо разоружаться, армия – это плохо, и нечего тратить деньги налогоплательщиков на вот эти истории. Другая модель была выбрана в Швеции, где тоже такая же монархия парламентская, как и в этих двух странах, где тоже социал-демократические кабинеты министров, премьер-министры, социал-демократы, и в парламенте доминирующие положения занимаются социал-демократы. Но шведы заняли немножко другую позицию. Они как раз отказались от пацифизма и сломанного ружья и заявляли, что, конечно, рассчитывать на помощь некой сверхдержавы, Великобритания в первую очередь, или Германии, кстати говоря, и такой вариант рассматривался. В Швеции можно, но лучше опираться на свои ресурсы, развивать свою армию, отрабатывать мобилизационные формы и иметь возможность поставить под ружье, в принципе, все население, которое в целом было очень позитивно и лояльно настроено к действующему политическому режиму, и опираться, собственно, власти понимали, что они совершенно спокойно на своих людей могут. Так вот, разные немножко сценарии межвоенной политической, экономической жизни. И вот что происходит в 1940 году, это очень важный момент, как раз для того, чтобы лучше понимать вообще сюжеты как коллаборационизма, говоря именно с популярным термином, в России, так и вот феномен предательства, сотрудничества или сопротивления. Потому что в 1940 году, когда уже Вторая мировая война, по сути, разгорелась в Европе, Гитлер принимает решение о том, что необходимо оккупировать Данию и Норвегию. Вроде бы маленькие страны, армии там нет, кому они, зачем они нужны, этот вопрос всегда у многих обычных людей возникает, зачем это было делать, они и так нападать на Гитлеровскую Германию не собирались. Объяснение было очень простое. Мы понимаем, что если смотреть на карту Европы, Дания, собственно, контролирует Балтийские проливы и выход в Северное море, в Атлантический океан. И в этом плане Дания именно важное стратегическое геополитическое положение. Для нацистской Германии риск, она шла как раз активная война с Великобританией в этот момент, риск, что войдет английский флот в Балтийское море, подводные лодки или еще что-то и могут атаковать. Для Германии риск, что британцы могут высадить свои войска в Дании и использовать Данию как плацдарм для нападения Германии. Смотря на карту Европы, мы понимаем, что Дания действительно нависает над Северной Германией и вполне могла бы выступить в качестве плацдарма для вторжения. Поэтому вроде бы с Данией становится все более-менее понятно, и дальше не очень понятно, для чего Норвегия обычно. Я поясню. Собственно, в Норвегии, как я и говорил, на тот момент даже и нефти не было найдено, нефть только в 1969 году найдут. Там горы, фьорды, сложный климат и как плацдарм может быть использован только для нападения на Швецию, Великобритании. Но проблема, что шведы через Норвег, норвежский Норвег, вместе с норвежцами построили железную дорогу, и железные рудники шведов доставляли железную руду в порт Норвега, на севере Норвегии находящейся, оттуда совсем небольшой отрезок морем до Великобритании. И совершенно понятно, что война, которая уже тогда приобретала тотальный характер на истребление и борьбу систем, в частности экономических моделей, ясно, что для Германии критически важным было прекратить поставку шведской руды в Великобританию, из которой, собственно, делалось все вооружение. Попытки заставить мирным путем не увенчались успехом, потому что норвежцы заняли вполне разумную позицию, что да, мы нейтральная страна, они хотели, как и датчаны, и датчане, и шведы, сохранить такой же нейтралитет, какой у них был во время Первой мировой войны. Они говорят, да, мы нейтральны, но это не мешает, через нас делает транзит, почему бы нет, торговать с нами, собственно, в этом и прелесть нейтралитета во время войны, что можно каким-то способом получать выгоду от торговли и продажи ресурсов обеим воюющим сторонам. Вот этот сценарий совершенно не устраивал нацистскую Германию, и было принято решение о том, что Норвегию необходимо оккупировать. Страна маленькая тоже, разоруженная, практически нет никакой армии, практически не было авиации, небольшой флот. Казалось, что эта задача будет очень простая, и сделать это будет очень легко. Пару дней на полную оккупацию, чтобы прервать транзит шведской руды через Норвегию в Великобританию и усилить блокаду в Великобритании. Достаточно понятная такая стратегия и решение. И вот 9 апреля армия вторжения нацистской Германии атаковала Даню, атаковала Норвегию. Но не атаковала Швецию. Хотя вроде бы проще простого было бы тогда взять, оккупировать Швецию, нарушить ее нейтралитет и захватить ее ресурсы непосредственно. И вот здесь как раз открывается вот этот интересный материал для исследования, сравнения, сопоставления на уровне моделей. На уровне моделей стратегии и тактики, на уровне моделей управленческих решений, на уровне моделей выстраивания диалога с обществом, на уровне модели выяснения внутриполитических элит, даже внутри одной партии, как принимаются решения в такой экстремальной ситуации, когда на вас нападают и силы нападения десятки, даже сотни раз больше, чем вы имеете. Так вот, сначала тогда коротко немножко о Швеции. Как она смогла сохранить свой нейтралитет? Собственно, Швеция активно готовилась к войне, вкладывала огромный ресурс, и шведы понимали, что война, Вторая мировая война неизбежна. И надо сказать, что это все понимали все тогда. И понимало советское руководство. Все понимали, что итоги Первой мировой войны никого не устраивают. Что не устраивают и немцев, не устраивают на самом деле и французов, и Советский Союз. И только устраивают условно британцев, и то непонятно как. Не устраивают американцев, японцев и так далее. Все понимали, что Первая мировая война остановилась в 1918 году, но это временное решение. Созданная Лига нация не работала. И все межвоенные годы это ощущение, что вот сейчас будет снова еще одна большая мировая война. Именно из-за этого сейчас, например, некоторые историки, по мере того, как все дальше и дальше мы отходим от 20 века, начинают говорить, что, а, пожалуй, может быть, не было Первой и не было Второй мировой войны. А вполне возможно, что лет через то, когда мы уже будем очень далеко от событий 20 века, не погружены в свои личные, семейные истории в 20 век, возможно, и будет вестись речь о том, что это была именно такая global total war 20 века, которая началась в 1914, потом, когда все устали, произошли революционные события в России, в Германии, в Австрии, в Венгрии, остановились, заключили некое все-таки, по факту оказавшееся временным миром, для того, чтобы переформатироваться, чтобы сконцентрироваться, собраться и снова вступить в войну для уже окончательной победы. И в этом тезисе что-то на самом деле есть, если смотреть именно издалека и сверху на те процессы, которые происходили. Так вот, шведы понимали, что такая война возможна тоже, и понимали, что свой нейтралитет надо будет защищать. И они внедрили вот эту политику вооруженного нейтралитета, не просто пацифизма. И они выкупили все свои рутники. Контрольные пакеты акций купило государство. В этом плане государствование и госрегулирование там уже активно в 30-е годы осуществлялось. На этом и строилось Welfare Estate, общество всеобщего благоденствия, за счет государственного регулирования и активного вмешательства государства во многие экономические процессы. А они имели небольшое количество кораблей, конечно, по сравнению с Германией, совсем немного танков, небольшую авиацию. Но все-таки у них была достаточно дисциплинированная и вооруженная современным оружием армия. Но самое главное, они приняли решение, что если на них нападает любая из сверхдержав, они уничтожают, взрывают свои железные дороги и взрывают свои рутники, чтобы нанести непоправимый ущерб в своей индустрии и промышленности. И это было совершенно четко заведено до Германии, что если произойдет нападение и вторжение нацистов в Швецию, то будут взорваны рутники, взорваны мосты и железные дороги. И будет партизанская война, потому что каждый швед получит автоматическое оружие. И нацисты, и Гитлер, взвесився за и против, поняли для себя совершенно отчетливо, что если они нападут на достаточно вооруженную Швецию, отмобилизованную, готовую к сопротивлению и желающую, главное, сопротивляться, то помимо потери в личном составе и вот этих горных партизанских перестрелках, они потеряют самое главное, потеряют возможность получать шведскую руду, для своих танков, для своих бомб, для своего вооружения. И цена победы была очевидна, что в случае нападения на Швецию, конечно, Германия ее оккупирует и захватит. Но потом придется несколько, возможно, лет потратить на восстановление рудников и возникнут перебои в поставках шведской руды в Германию, критически важные для целого вооружения вербахта. Это проблема в Германии. Это проблема, и в итоге Гитлер понимает, что нападать на отмобилизованную, вооруженную страну, готовую к сопротивлению и готовую пожертвовать своей экономикой не имеет смысла. Лучше торговать, покупать их руду, и мы потом видим, на протяжении всей Второй мировой войны, как шведские корабли идут и продают свою руду немцам, из которых делают оружие. Что тоже такой большой моральный вызов. Значит, Швеция смогла именно за счет мобилизации и вот этих 15 лет подготовительных, которые у них были перед 1939 годом, смогли создать такую модель, чтобы сохранить и защитить свой инвеститор силой и угрозой в том числе. У датчан таких инструментов не было, и они были паципистами. И когда произошло вторжение, сразу же было заявлено, что никакого сопротивления не надо, стрелять не имеет смысла. В этот же день король выехал на улицы Копенгагена, демонстрируя, что все нормально. Ну, просто вошли немецкие войска, но они у нас здесь постоят какое-то время. То есть Даня сразу же приняла решение о том, что нет смысла сопротивляться, надо просто подчиниться силе. Норвежцы выбрали другой сценарий, неожиданно, причем для нацистского руководства, они приняли решение сопротивляться и сражаться до тех пор, пока у них будут силы. Их король и их премьер-министр объявили о том, что они будут сопротивляться агрессии и призвали народ к сопротивлению и непризнанию оккупационных властей и любых людей, кто захочет с ними сотрудничать, признанию легитимной власти оккупантов и их сторонников. И это интересный сюжет. Это очень тоже интересный сюжет, потому что это предмет национальной гордости для норвежцев сейчас. Потому что Норвегия в итоге сопротивлялась дольше, чем Франция. А мы понимаем масштабы, размеры Франции и ее влияние на мировую экономику и сейчас даже достаточно большое, а тогда и тем более. И Франция была одной из победительниц, главных победительниц в Первой мировой войне. Так вот, норвежцы сопротивлялись дольше и норвежцы убили больше немецких солдат, чем французы. Они утопили крейсер Блюхер на подходе к своей столице Косло, чем очень гордятся, причем смогли это сделать орудиями 1898 года, купленными в Российской империи. То есть на тот момент достаточно устаревшим оружием, но именно волей к победе. Они долго бегали по своим горам вместе со своим королем. Они отстреливались, они делали завалы, они старались взорвать средства передвижения. Дольше всего, конечно, они сопротивлялись под Норвиком благодаря активной поддержке британцев, которым важно было сохранить Норвик, как я и говорил, как канал поставки железной руды. Там, собственно, под Норвиком, норвежцам не только британцы помогали, но и французы, и даже поляки. И там дольше всего шло специально, но в итоге все-таки силы были неравны, и Норвегия была оккупирована, а король заявил, что раз он не может сопротивляться и защищать свою землю непосредственно в месте, где живет его народ. Он уезжает в изгнание, в Великобританию, и призывает всех своих сторонников тоже оказывать и дальше пассивной или активной любую форму сопротивления оккупантам и формировать уже на территории Великобритании, как своего союзника, формировать отряды для дальнейшей борьбы с нацистской Германией. И, соответственно, и король, и все лидеры политических, ведущие политических партий уезжают по миграцию, кто-то уходит в подполье, и норвежцы продолжают пассивное или активное сопротивление оккупантационным властям, не признавая любые инициативы местных норвежских нацистов, как Квислинга, не признавая их легитимность, отказывая им подчинение, и в итоге мы что видим? В итоге мы видим, что три разных модели были выбраны. При общих условиях, при общей, в принципе, количество населения этих стран равное, и социально-политические модели этих стран были одинаковы, но были выбраны разные пути. Разные пути решения, собственно, и нахождения ответа на такой большой вызов, как внешняя агрессия превосходящими силами противника. Мы видим, как шведы за счет вооруженного нейтралитета и своей убежденности вообще смогли отстоять свой нейтралитет и не были оккупированными, и еще и приобрели выгоду, получается, в продаже этой руды и угля. Мы видим, как драматичные, вот в статье этой моей, можно почитать, происходили процессы, какие драматические процессы происходили в Дании, где они стали решить, что надо сотрудничать, что сопротивляться не имеет смысла, что надо попытаться подстроиться под Гитлера и его амбиции для того, чтобы обеспечить минимальные потери своего населения, минимальное разрушение экономики, чтобы сохранить более-менее стабильное состояние и уровень жизни. И из этого ничего не получилось. И это интересно именно в сравнении, когда на постсоветском пространстве некоторые историки или, скорее всего, политиканы начинают рассуждать о том, что не надо было сопротивляться, а можно было бы, это была война Гитлера с Британией, надо было бы как-нибудь вот так вот наоборот пойти на сотрудничество дальнейшее, чтобы не нести большие жертвы. Не помогло это датчанам. Хоть они сформировали кабинет под оккупационными властями, они сформировали из действующих всех партий так называемый кабинет согласия и примирения, и консенсуса и так далее, где тот же премьер-министр, социал-демократ, который был до момента оккупации, стал премьер-министром этого глаборационного такого правительства. Это ничего не помогло. Немцы, да, сначала, первый год-два старались сохранять лояльность, старались изобразить, что на самом деле они просто здесь на всякий случай заняли эту историю, но в итоге они все-таки начали попытки истребления людей при Дании, а при этом здесь датчане заняли как раз очень красивую и это легендарная история, и она в истории еврейского народа отражается в Израиле очень хорошо, а датские короли, датская элита сказали, что у нас нет датчан, немцев или евреев, у нас есть подданные датского короля, а мы все граждане одной страны, и они всех своих евреев практически спасли, они их не отдали немцам, а тайно вывезли в Швецию, и знаменитые пароходы датские, которые вывозили в Швецию своих граждан иудейского вероисповедания, спасли их от истребления, и здесь как бы сторонники датской той политики иногда говорят, ну вот если бы все-таки власти не пошли на сотрудничество, то что бы было бы их бы скорее всего не скорее всего а стопроцентно всех бы истребили, а так их смогли спасти, но в итоге все равно немцы, гитлеровская Германия стала по факту эксплуатировать ресурсы Дании бесплатно как оккупационный режим, а ложь и рядом стала проявлять оккупационные власти стали проявлять насилие по отношению к местному населению, чтобы заставить им что-то делать. Немцы попытались захватить и датский военный флот, взять их себе на вооружение, но тут один из датских адмиралов проявил все-таки чудеса волюнтаризма и принял решение своим приказом затопить эти корабли, хотя флот мог бы попасть и усилить немецкий флот в итоге. Но так или иначе Дания выбрав путь не сопротивления, а наоборот сотрудничества с врагом очень много потеряла и ничего на самом деле и не приобрела. И в итоге политические лидеры, в том числе социал-демократы, после войны были посажены в тюрьмы как коллаборанты и некоторые из них были казнены за то решение, которое они приняли в 40-м году. В Норвегии совсем другой сценарий. Там действительно идет и подпольная и мартизанская такая работа. Там отказываются по сути платить какие-то подати или налоги. Норвежцы убегают за границу и пополняют армии сопротивления. Норвежский торговый плод в полном составе уходит из портов и встает от руководства Великобритании и США. Надо напомнить, что норвежский торговый флот на тот момент был третьим по численности и тоннажу торговым флотом в мире. И вот эти корабли, которые во многом ленд-лиз везли в Советский Союз по Северному пути, они на значительную часть, на треть как минимум были на самом деле норвежским торговым флотом, ставшим под флаг Великобритании и США. И они активно вносили свой вклад в победу над нацистской Германией. И в 1945 году они уже вернулись как победители. И по факту эта маленькая небольшая северная страна вошла в список великих победителей над нацистской Германией. На равных вели переговоры с большими такими державами, как Великобритания, США и Советский Союз. Их рассматривали как полноценных союзников, которые действительно активно помогают в общем деле. И это именно героическая страница, а то небольшое количество по факту предателей, потому что там уже шла речь не о сотрудничестве, а там именно как раз возник факт предательства Крислинга и его нацистской партии, потому как они тут момент выбора, собственно, когда вся страна и король, и политические элиты достигают согласия, что надо сопротивляться, а некоторые люди говорят, ну а зачем? И тут возникает феномен как раз именно уже предательства. Они предают интересы страны, интересы народа и начинают не просто сотрудничать, начинают активное пособничество. И здесь вот как раз терминологический момент, опять же, возможно, я слишком затеоретизировал, уже этим утомил. Важно, я на этом закончу, собственно, свое выступление, важно все-таки различать термины предательства, сотрудничества или сопротивления. Ну, сопротивлением понятно, это резистанс. Да, это именно, оно может быть сопротивлением как пассивным, так и активным. Активное это когда с оружием в руках с динамитом что-то взрывается, убиваются солдаты противника и так далее, некое партизанское подпольное движение. Но может быть сопротивление и пассивным, когда люди просто по факту начинают саботаж. Они вроде бы и делают вид, что они на заводе что-то производят, но производят это плохо. Или допускают такое количество брака, что эти бомбы потом не взрываются. или делают так все медленно, изображая себя очень-очень медленных людей. И это тоже форма сопротивления. Так вот, дальше феномен сотрудничества. Именно когда территории оккупированы, по сути, нет возможности легальным и легитимным властям функционировать, но есть такие категории профессий, например, как врачи, например, как учителя, например, как пожарные службы, например, как коммунальные службы. Вот здесь сложный момент. Вот вроде бы страна оккупирована, а твоя профессия подразумевает, что ты должен лечить людей, тушить пожары. И вот здесь возникает феномен именно сотрудничества с врагом. А когда ты продолжаешь делать свою работу, которую ты должен делать, это твой, на самом деле, это не только заработок, не только твой доход для пропитания твоей семьи, но это и способ, собственно, сохранения неких минимальных комфортных условий жизни для твоих же соседей. И вот здесь всегда тоже сложный момент выбора. В какой момент вот то, что ты продолжаешь выполнять свои функциональные обязанности, продолжаешь тушить пожары на оккупированной территории в домах твоих соседей, твоих сограждан. Вот в какой момент ты становишься уже не просто человек, выполняющий свою работу, а начинаешь помогать противнику. Это сложный момент, он на самом деле философский, глубоко психологический. И здесь как раз примеры Норвегии, Дании и нашей в том числе страны очень актуальны, потому что ну акушерка, да, например, ну если соседка приезжает в роддом и начинает рожать, ну конечно акушерка должна принять эти роды, хотя и страна оккупирована. С пожарным уже сложнее, а если была бомбардировка и разбомблен объект, который не только гражданское значение имеет, а еще и военный, и ты как пожарный все-таки по вызову едешь, начинаешь тушить, когда в принципе может быть правильнее было бы и не тушить этот объект, потому что он имеет некое стратегическое значение и это поможет победе над оккупантами, это здесь у пожарных выбор намного сложнее. И третий феномен это именно предательство, которое в России именно используется как коллаборационизм, когда это осмысленная позиция, когда это осмысленная позиция предать свою страну, предать интересы своего народа, встать под знамена оккупанта и помогать оккупанту в его действиях, принуждение населения, выкачивание ресурсов твоей страны и твоего народа на благо оккупантов, вот это совершенно другой феномен, а именно предательство и предательство конечно же в истории человечества никогда не имеет и не имело оправдания. Формат предательства интересов своей семьи, народа, своего государства это однозначно в любое время любой цивилизации это преступление, которое должно быть наказано и самым широким способом. Но, к сожалению, мы уже видим на подсоветском пространстве, что все равно сейчас находятся люди, которые не понимают все-таки тех процессов, которые происходили в мире и в Европе в межвоенный период, не понимают, что тех процессов, которые происходили во Второй мировой войне как тотальной войне на победу моделей и систем и не видят различия. Не видят различия между разными формами сопротивления, не видят различия между разными формами сотрудничества и, к сожалению, предпринимаются попытки отстирания вот этой тонкой грани между предательством и сотрудничеством. Предумышленное искажение на самом деле исторической памяти и попытка обеления предателей. И мы видим на примере некоторых советских государств, где вот эти предатели на самом деле своего народа и своей страны вдруг объявляются национальными героями, которые как бы имели в виду что-то когда-то возможно достичь. Так вот пример той же Дании показывает, что ничего для хорошего, для своего народа, для своего государства через предательство достичь было в принципе невозможно. И в этом отношении исторический пример именно оккупирования Норвегии и Дании мне кажется очень интересен для исследования, хотя в русскоязычном историческом пространстве исследований достаточно мало. Итак, коллеги, я так понимаю, что я подхожу к концу своему регламента, даже превысил его, прошу меня простить, как принято говорить на ТНТ, простить и понять, а я готов ответить на вопросы, хотя я так понимаю, что времени практически не оставил. Коллеги? Большое спасибо, большое спасибо, Денис Валерьевич. Нет, вопросы наверняка есть, вот уже вижу поднятые руки, в зале, хотя время нас немножечко ограничивает, но мы все-таки не можем не дать слово нашим участникам школы. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, Денис Валерьевич, вы меня слышите, да? Да. Я студент четвертого курса Казанского федерального университета, вот, очень интересно, как ваша статья очень интересная, много нового я узнал, и у меня вот такой вопрос, немного уходящий в современность. Вот в последнее время в российских источниках часто говорят об искажении истории Второй мировой войны, о которых вы также упомянули. Особенно вот искажение истории Второй мировой в Восточной Европе. Вот как иностранные журналы относятся к названиям статей, где вот, как в вашем случае, есть слава предательства или вмешательства, вот именно очень авторитетные статьи Скопус или Вопл Сайенс в первую, вторую квартире. То есть авторитетные статьи европейские, они как-то изменяют название этих вот статей или структуру статей, если там вот есть взаимосвязь, например, именно Великой Отечественной войны и так далее. Вы знаете, очень хороший вопрос. Это все очень индивидуально. Все зависит в принципе от личности главного редактора журнала и от редакционной коллегии. Это, ну, вы понимаете, сколько людей, столько взглядов. Когда вы, собственно, ученые отправляют публикацию в иностранный журнал, конечно же, современная практика научной периодики подразумевает тайное слепое рецензирование, так называемое. Это очень хороший инструмент влияния на автора. Если автор считает, что журнал очень хороший и публикация в нем для него престижна, это ему выдадут премию и наградят какой-нибудь медалью, может быть, даже каком-нибудь общества и очень хочется в этом журнале публиковаться, то человек, направив свою заявку на публикацию, конечно же, на пожелания рецензентов начнет реагировать. И главное, здесь вот это двойное слепое, оно позволяет, вы направляете статью, а редколлеги говорят, да, статья интересная по профилю нашего журнала, я вот специально открыл сейчас электронный научно-образовательный журнал истории, это наш онлайн-журнал, по всем стандартам вебов-сайенсе сделан, индексируется вебов-сайенсе скопусе, и там есть, собственно, в каждом журнале есть обязательный раздел, который подать статью, и там есть этика публикации, и так далее, и так далее. И вот Глафред здесь действительно может взять и под видом, что тайное двойное слепое рецензирование, что некий неизвестный рецензент, не зная вас как автора, но видя ваш текст, высказал следующее пожелание. И пожелание по изменению названия статьи это сплошь и ряда. В частности, вот, например, наш журнал «История» смог попасть в скопус только тогда, когда их анонимные эксперты, рецензенты заявили, что их не устраивает, что на английском языке у нас журнал «История», если нажать «English», то, видите, он теперь «История» кириллицей, латиницей транслитерации, а мы подали заявку, что у нас журнал «История» и называется он «Хистери». И ясно, что эксперты из дачи дома «Эдзивиры», которые курируют скопус, они понимали, что если журнал с названием «Хистери» попадает в скопус, то это сразу же привлечет внимание всего мира, потому что все поисковики набирают «Хистери», и журнал будет в топ выпрыгивать. И они сказали, поменяйте-ка, у вас не «История» «Как много людей в скопусе, например, набьют слово «История». И это такой вроде маленький нюанс, который резко все меняет. И, конечно же, главные редактора многих журналов, они так или иначе находятся в том информационном поле и в той повестке, в которой они находятся. Ясно, что у Польши или там страны Балтии, как у нас говорят, при Балтике традиционно, там совершенно другое информационное поле, в котором они живут. Там просто уже пропаганда и агитация настолько настроена на русофобию и на этой болне они, собственно, входили в НАТО, все время говоря о некой русской угрозе. Так вот, там понятное дело, что главный редактор и члены его редколлеги под видом двойного рецентирования, конечно же, просто возьмут и забракуют большинство статей, если им не понравится их содержательный посыл и окрас. В журналах скандинавских более лояльные отношения, они более толерантны ко всем этим историям. Великобритания очень любит навязывать свой дискурс, главный редактор нормальный британец, он, конечно же, опять же, под видом некого рекомендации благожелателя, рецензента, обязательно, конечно, посоветует добавить правильные референсы, правильные сноски, а мы тоже понимаем от того, какие референсы вы добавляете, настолько увеличивается привлекательность наукометрическим показателям этой статьи. И очень часто, конечно, могут рекомендовать раскрыть некий другой аспект, который, например, был не раскрыт, и отослать именно на какого-то конкретного исследователя, который, по сути, просто проводит именно некую свою идеологическую концепцию. И здесь, вроде бы, внешне все красиво. Свобода, ну, научный журнал, это средство массовой информации, свобода СМИ. Главный редактор определяет политику, а у него есть рецензенты, которые анонимно читают и дают предложения. А если вы отказываетесь от этих предложений, ну, извините, значит, мы не можем вас опубликовать. Но как только вы соглашаетесь на эти предложения, то тут начинается уже фактор сотрудничества, где очень тонкая грань предательства национальных интересов. Да. Я специально открыл и наш история. вот, значит, history.jess.su. Jess как Journal of Education and Science. И вот на самом деле есть так, я на русский вернусь, я так понимаю все русскоязычные, есть так называемые трудные вопросы истории, которые российское историческое общество обозначило еще много лет назад. И вот в частности, тут в открытом даже статья, вот обратить внимание, что вот цена победы СССР в Великой Отечественной войне отнесена к трудным вопросам истории. Это важный момент, потому что то, с чего я начинал свое приветствие, что из 200 миллионов нерожденных, погибших от болезней, от бомбардировок, от киноцида и от военных действий составили почти 300 миллионов. многие иностранные историки любят говорить, ну вот что же, зачем же Советский Союз понес такие потери и так далее. Но пример как раз Дании и Норвегия отвечает очень даже хорошо на этот вопрос. И вот цена победы, конечно, это действительно трудный вопрос, история, рекомендую тоже читать эту статью, почему-то у меня эти картинки не открылись с иллюстрациями на самом деле. Но это важно, это важно понимать и, конечно, что когда вы хотите опубликовать какое-то ваше исследование, надо быть готовым к обратным встречным предложениям чуть-чуть сместить акценты или изменить даже выводы. Спасибо большое, Денис Валерьевич. Спасибо. Мы хотели бы резать рук. Извиняюсь, пожалуйста. Еще один вопрос, наверное, и нам, к сожалению, придется заканчивать, хотя ваше выступление вызовет очень большой интерес у наших слушателей, у наших участников. Станислав Малиновков, первый курс магистратуры международных отношений. Денис Валерьевич, спасибо за ваше выступление. У меня мой вопрос требует быстрый ответ. Как упомянули, то, что в скандинавских странах развитая социально-демократическая идеология, даже сегодня это так. Такой вопрос. После войны, во время СССР, были такие попытки улучшить отношения между скандинавскими странами и СССР? Если да, в каком периоде это было, и какого лидера. Спасибо. Да, коллеги, собственно, что произошло? Произошло, что датское общество и элиты политические, и норвежское общество, и норвежские политические элиты поняли, что их концепция нейтралитета межвоенного и до Первой мировой войны, который успешно реализовался во время Первой мировой войны, потерпела фиаско. Они поняли, что уже в глобальном мире, в новом миропорядке после 1945 года полдсдамско-ялтинская система нельзя быть нейтральным. Ну, и не получится. Хотя шведы, например, сохранили дальше свой нейтралитет, имея позитивный опыт Второй мировой войны. Швейцарцы сохранили свой нейтралитет, имея тоже позитивный опыт Второй мировой войны. Но вот норвежцы и датчане, пережив вот эту травму оккупацией, понеся потери, как я говорил, и датчане тоже понесли достаточно серьезные потери от оккупантов, несмотря на всю внешнюю любовь и желание сотрудничать. Они решили, что все-таки надо примкнуть к одному из блоков. А мы понимаем, что 1945 год два ключевых все-таки победителя. Вроде бы список победителей был и большой, но главными, конечно, победителями во Второй мировой войне стал Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. И мир, собственно, разделился на два глобальных таких лагеря. Один лагерь коммунистический, советский, а другой лагерь условной демократии и как бы рыночной экономики. Хотя тоже именно с допуском. Как бы, потому что те условия заставляли государство все больше и больше участвовать в регулировании всех процессов, начиная с времен Рузвелька. Так вот, у норвежцев очень было мощное просоветское лобби на самом деле. У норвежцев была большая традиция связи с Коминтерном до Второй мировой войны. У датчан было проще, датчане сразу, у них вариантов не было, они сразу же заявили, что, конечно же, они будут в НАТО и они будут Соединенными Штатами Америки и потому, что они ближе к Великобритании и надо еще помнить, что Исландия, которая до 1939 года была частью Датского королевства, была занята британцами и американцами. Ну, с одной стороны, немцы захватили континентальную Даню, а Исландию заняли американцы и британцы, чтобы, не дай бог, там немцы свою военную морскую базу не сделали. И Исландия приобрела во время Второй мировой войны независимость. Соответственно, у Исландии заняты по факту оккупированные американцы, не было вариантов, она шла туда. И датчане тоже шли туда, считая, что и Гренландия, опять же, мы понимаем, что Гренландия это часть Датского королевства до сих пор. Дания, она с большей своей частью, если брать площадь, эта Гренландия находится у берегов США. Вот там вариантов не было, они были антикоммунистами, их социал-демократы очень ярыми, антисоветчиками все 20-30-е годы, они сразу ушли в тот лагерь. У норвежцев было колебание, какую выбрать модель и ситуацию, и дискуссия, и в парламенте это обсуждали, в НАТО или к Советскому Союзу, впоследствии, да, то, что был сформирован варшавский договор, чуть позже. Так вот, обсуждали, но негативный опыт членства Коминтерня, их политики, вот Норвежская рабочая партия, это их партия власти на тот момент, она с 19-го по 23-й год была членом Коминтерня, и вот этот их опыт эпохи гражданской войны в Советском Союзе, в России, да, раннем Советском Союзе, был очень негативный, потому что именно тогда они ощутили, что их мнение никого не интересует в Москве, что они должны быть еще одним пехотинцем большой Коминтерновской армии в борьбе за коммунизм во всем мире, из-за чего они, собственно, в итоге и вышли из Коминтерна, они не то, чтобы даже вышли практически выкинули из Коминтерна, потому что они не собирались подчиняться принципам демократического централизма и оспаривали 21-го условия Коминтерна, заявляя, что из этих 21-го условия хорошие вроде бы 15, но 6 условий вообще неприемлемые. И вот этот негативный опыт членства в Коминтерне и общения и знания того, какая ситуация в Советском Союзе, там, собственно, нет второго мнения. Есть одно мнение, это мнение генеральной линии, должно соответствовать генеральной линии партии. И вот это их отпугнуло, потому что в целом они были достаточно такие демократичные любители поговорить, пообсуждать, поискать компромиссное решение и в итоге понимая, что либо с Советским Союзом, либо с США, они в итоге выбрали НАТО и стали членом НАТО. Потом в принципе колебания какие-то еще были, но незначительные, потому что американцы, как мы помним, включили план Маршалла, дали большие займы, на которые можно было закупить только продукцию и промышленные вещи из США, по сути, дали займ европейцам, на которые европейцы купили американские товары, а потом еще и отдавали эти деньги американцам. Гениальное было решение. Но у европейцев, вошедших в план Маршалла, сразу возникли финансовые обязательства перед США и долги, и проценты по долгам достаточно значительные, и в то же время они понимали, что они резко повысили качество своей жизни и смогли восстановить свои экономики. И дальше больше. Как иногда говорят политологи, власть и деньги. И наоборот. Ясно, что это очень сильно переплетающееся понятие, и норвежцам уже в принципе было невозможно уйти из НАТО и оторваться от большого брата США в дальнейшем. Что-то я... Был хороший вопрос, а я растекся. Простите меня, короче, убиваю вам весь график и регламент. Ничего страшного. Спасибо большое, Денис Валерьевич. Спасибо вам и за ваши прекрасные выступления, и за ответы на наши вопросы наших участников, желающих задать вам вопрос намного больше, честно сказать. Я надеюсь, мой тест, который я утром сдал на ковид, будет отрицать.